Астрономическая площадка В Беларуси упростят условия ведения бизнеса для производителей одежды. Как сообщили в Министерстве экономики, проведена очень серьезная работа по исключению всех излишних требований. Оставлены только требования, необходимые для того, чтобы обеспечить потребителю качество услуг. По словам директора департамента по предпринимательству, заняться пошивом одежды станет проще. Для этого необходимо направить уведомления о начале работы в местный исполнительный орган власти. В Могилеве будут бесплатно обучать в IT-лаборатории. Набор слушателей уже начался. Учить будут программирование и пользование базами данных. Лаборатория будет работать для всех желающих, которые хотят повысить свои знания в сфере информационных технологий. Идея создания принадлежит Могилевскому агентству регионального развития совместно с Белорусско-Российским университетом. Собеседования пройдут 8 и 13 сентября в БРУ. Из-за сильных осадков одну из улиц Бобрусска затопило водой. Видео с места событий поделился в одной из социальных сетей местных жителей. На кадрах запечатлено, как легковые автомобили по улице Орженикидзе с трудом преодолевают водную преграду. Ожидается, что сильные дожди на территории Могилевской области продлятся еще три дня. Сезон сбора клюквы в Могилевской области начнется 8 сентября. Согласно решению Могилевского облсполкома, будет разрешено собирать клюкву на территории лесного фонда региона. Также напомним, что начиная с 22 августа стартовал официально разрешенный сбор и заготовка брусники. Вобручанин Александр Печуренко завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Афинах. В первый день соревнований весовой категории 54 килограмма спортсмен завоевал бронзу, победив в упорном поединке японского атлета. Субтитры создавал DimaTorzok